ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В охотничьей версии «Вепрь» — «Калашников» — превосходный выбор для боя на средней дистанции, позволяющий вам уничтожать врагов из безопасного укрытия. Четырехкратный прицел и длинный ствол создают оптимальную убойную силу и точность. Когда вам нужно пошуметь и сдержать толпу атакующих врагов, тяжелый приклад, барабанный магазин, коллиматорный прицел и лазерный целеуказатель — ваш очевидный выбор. В версии РПК «Калашников» становится поистине сокрушительным легким пулеметом с емкостью магазинов 75 патронов. Бульдог — любимец элитных спецподразделений метро. Хотя он не обладает скорострельностью «Калаша», емкостью магазина и убойностью на близкой дистанции ублюдка, он отличная винтовка для дальних дистанций. Со стандартным прикладом и стволом, увеличенным магазином и коллиматорным прицелом, бульдог может превратиться из буллпапа с хорошей эффективностью в ближнем бою в высокоточную, хотя и медленную винтовку для средней дистанции. Если поставить рукоять с прикладом, шестикратный телескопический прицел и длинный ствол, бульдог становится точной марксманской винтовкой. Это жизненно необходимый инструмент для тактических операций, особенно когда он дополнен ручным оружием или дробовиком для боя на ближней дистанции. Лучший друг снайпера и выбор Анны — вентиль. Самая мощная крупнокалиберная винтовка, созданная в метро. Имея болтовой затвор, магазин большой емкости и широкие возможности по модификации, вентиль — лучший вариант для громких убийств с больших расстояний. Когда точность не так важна, как урон и проникающая сила, эта версия вентиля пробьет большую часть укрытий, не оставляя врагу место спрятаться. Соедините ее с расширенным магазином и полуавтоматической ствольной коробкой, и вы превратите вентиль в полуавтоматическую машину смерти, особенно эффективную против защищенных врагов. Единственный минус — невозможность установки глушителей. Однако с правильной огневой позицией и точным прицелом вентиль зачистит здание, прежде чем враг обнаружит ваше местоположение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok